Есть два, смотрите, давайте для того, чтобы это понять, два, вот глубина, да, есть два смысла, как можно понимать глубину, глубину можно понимать как потустороннюю, вот есть доска, есть по ту сторону, или там вот, по ту сторону в смысле пространства, ну в смысле смыслового, по ту, потусторонняя, потусторонняя, вот как я рисовал, да, вот есть знаки, а есть за ним смысл, вот как смысл, смысл, как мысль, вот так понимали классическую глубину, глубина есть глубина мысли, а глубину можно понимать, вот если сверлить вот так вот, да, внутрь, как глубина тела, можно у земли дырку отрыть, да, как бы, вот эта глубина земли, Так вот, понятное дело, что когда мы говорим о такой глубине, то там не тела вот эти интересные, а что нам интересно, когда мы уходим в глубину, мы уходим не в глубину внешних тела, мы уходим внутреннюю, в свою глубину. То есть вот у нас есть внутренняя какая-то глубина. Не понимаю сейчас, о чем ты говоришь. Я понимаю, что это смысл, а вот глубина тела это бессознательно. А что такое глубина? Глубина это как раз и есть то, откуда... Как будто поверхность тела, это сознание. Вот это поверхность, да, поверхность. А по ту сторону поверхности это как будто где-то там она там, глубина. Так вот эта глубина можно понимать как мысль, да, вот как я рисую, ну смысл, а тут это... А можно понимать, что как бессознательная. Да, там глубина тела. Вот есть поверхность, да, то, что ты видишь, а есть какая-то глубина, внутренняя бессознательная глубина. Так вот, вот эта глубина на самом деле и есть у Кайдегера ничто. Так вот это вот ничто, оно может понимать как бессознательно, а может понимать как вот некую там сферу, сферу как бы мысль. Вот такая вот такая интересная получается. Почему можно понимать как это бессознательно, а потому что оно не просто ничто, как мысль, да, мысль же ничего не делает, просто мысль мысль мысль. Ну вот там ничто там, почему там ничто, его никак бы нет. Раньше туда помещали абсолютно, где там, в идее абсолютно. Теперь там ничто. Если эта мысль, то она никак не ничтожит, мысль мысль. Но если она ничтожит, да, ничтожит, если ее можно переживать, если она вообще что-то действует, то это именно вот эта вот непростая, вот активная, бессознательная, она что-то делает, она ничтожит, она приходит как бы на поверхность сознания. Это сознание, и это сознание как-то искривляет в соответствии с своим бессознательным, своим содержанием. То есть на самом деле, как бы Хайдегир не хотел, он все равно остается в рамках вот духа времени, там у него даже бессознательное, которое является ничто, как бы отрицается, но оно есть, оно ничтожит. Бессознательное у него есть. Кстати, вот любопытно, по ним папа, оказывается, что вот, и причем это вот связано с амбивалентным пониманием того, что такое глубина, вот. И как бы вот хотел пора Антонина Арто, тоже у него вот с этим связана другая, сейчас можно рассказать даже, прикольно. Известный, вы знаете, кто-то Плантин, да, кто-то? Да. Десять лет в конце жизни в секушке сидел, он там наркоман, там, еще там, в детстве Никитом больным, он прописал врачу опер, стал наркоманом, там, причем тяжелый наркотик постоянно принимал, то есть постоянно был наркоман, героин, там, все подряд, да. И наркоманом, там, и там, и не сумасшедший, там, в общем, все, что только можно в человеке вот собрать вот такого, знаешь, как конгломерат неудачи, да, именно связанных там с тем, что не удается им телесная жизнь. Вот, все, все там это присутствует. Ну, это как бы так. А теперь вот у него есть там главный такой рефлен. И вообще говоря, вот классическая философия, я уже говорил, что она там, она все пытается к логике свести, да, вот она к мышлению. Мышление, а мышление к логике. Так вот, постклассическая философия, как раз она, как раз усматривает, что мир вот такой двухслойный, да, и все сводит к языку. Для нее теперь первичным является, на самом деле, анализ языка. Потому что, потому что вот эта вот формальная система, вот эта логика, да, которую пытаются построить, там, формальная система, она, на самом деле, сама держится на языке. Когда это поняли, то просто сошли в более основательное, то есть в более первичное основание. Более первичным основанием является язык, в котором мышление выполняет только функцию удержания смысла. То есть это какая просто способность, стала способность и функция удержания смысла. Вот смысл, ну или там значение, как мы говорили. А здесь тело знака. Тело знака. Ну или там в созерцании есть, потому что мир тоже устроен точно так вот. Это там объекты. Так вот, у Хадиггера проходит рефреном, да, что мы не мыслим. У Хадиггера? У Хадиггера, я просто, я же общий пока раздражаю. Ты же про Артур сейчас говорила. Ты сказала сейчас, вот я сейчас скажу, у Артур есть у Артур. Так не сказала. Да, надо же дойти сначала до этого, надо же кальтик сначала указать. У Хадиггера вот есть такой рефрен, что мы не мыслим. Почему? Потому что вот его вот этот субъект, субъект проживания или там, мы говорим, что субъект проживания. А у него она есть присутствие. Он же является субъектом, у которого нет мышления. Мышление – это субъект артур. И поэтому мышление ему как бы недоступно, оно как бы приходит извне. Поэтому вот Ницше говорил о том, что мысль приходит тогда, когда она того хочет, а не тогда, когда мы того хотим. То есть мысль как бы приходит, сваливается в сознание. Вот есть сознание, это же как бы сознание. Вот она выходит отсюда из потаенности. Мысль выпадает. Мысль сюда как бы впадает. А мысль возникает, это субъект артур и его производит. То есть мышление и сознание, оно разнесено. И мышление – это ясничество загадочное, как бы непонятно, где находишься. Они как бы в языке находятся. Поэтому Хайдеггер, чтобы мышление как бы пробиться, у него другого способа нет, поскольку он субъект артур. У него его как бы нет. Он все делает через язык. Он язык анализирует и пытается мышление пробиться. Вот такая сложность. Так вот, но! Тут сложность-то в чем состоит? Что Хайдеггер языку доверяет. Он считает, что язык – это дом бытия. Что есть изоморфизм между бытием языком. Структурный изоморфизм. И поэтому можно, анализируя язык, прибиваться к смыслу, который есть в самом мире. Он языку доверяет. А вот Арто, второй – это Арто. Он как раз языку не доверяет. Он считает, что язык все искажает. И что надо на самом деле бороться с языком. Что язык надо как-то замолчать. Язык надо как-то там… С языком надо бороться. И вот как бы… А что он предлагается? Вот сейчас я как бы расскажу, в чем тут проблема. Говорить. В чем тут проблема состоит? Проблема вся та же самая. Проблема состоит в том, что там. Арто и индивидуалист, как любая и творческая личность. Вот он находится в позиции этого. Субъекта актов. Да? Субъекта… Точнее, субъекта проживания. Поэтому ему мышление точно так же недоступно. Но он-то хочет мысли. У него вопрос состоит… У него вообще говоря, рефрен проходит через все его творчество. Мышление невозможное. Потому… Встать в начало. Он стоит на позиции субъекта актов. Мышление невозможно. Почему? Потому что мышление… Это… Связ… То есть… Он стоит на позиции субъекта проживания. Ну, как любой из нас. Потому что это и есть я. Мышление доступно только… Мышление продуцирует субъект актов. И как бы получается, что мышление откуда-то приходит извне. И поэтому Арто говорит о том, что мышление невозможно. В каком смысле? В том смысле, что мышление – это и есть не его мышление. Это непонятно, что мышление. То ли мышление Бога. То ли мышление двойника. То есть, как у тебя. Чье-то другое мышление. И поэтому он в своем творчестве пытался как раз к началу мышления порвиться. И тут возникает следующая вещь. Что нужно для того, чтобы встать в начало мысли? Во-первых, какие есть… Какая необходимость? Во-первых, что надо соблюсти? Какие условия? Во-первых, надо быть причиной мысли. Что такое начало, да? Причиной мысли. Вот то многовицы постоянно говорят о том, что там причина. Рассуждают о том, каким образом там мысли может быть причина. Вот первый условие – быть причиной мысли. Быть. Быть причиной мысли. Но не достаточно просто быть причиной мысли. Нужно это свидетельствовать. Свидетельствовать. Свидетельствовать о том, что ты причиной мысли. О своем… О пункте 1. Да, причинение, то есть о пункте 1. И третье, надо, чтобы это причинение было моим причинением, не так, что оно пришло извне, а моим, то есть должна быть мойность. Мойность, которая есть не что иное, как то, то есть надо мысль пережить, прожить, то есть в каком-то переживание, проживание. То есть три условия того, чтобы быть убежденным в том, что мысль есть твоя мысль, ты ее породил, ты встал в начало мысли, надо быть ее причиной, и причина это засвидетельствовать, и не просто засвидетельствовать, а прожить. С наших терементов что получается? Свидетельствование проживания, вот это сознание. Это сознание. Два позиции сознания, три позиции. Переживание, переживания, а первая позиция это субъект акта, который недоступен. То есть получается, на самом деле, что вот он эту причину никогда не сможет туда встать, просто потому что этот субъект недоступен, он никогда не может встать на позиции субъекта. Он всегда будет на позиции свидетельствования, всякий раз он будет как бы свидетельствовать, что начало мыслей не его, всегда, просто потому что на самом деле, что этот субъект начало мысли, его просто нам недоступен, но субъект как-то есть мышление, есть акт, и они производятся не нами, они производятся бессознательно и тело. Вот такая вот интересная вещь, причем на вот этой формуле просто сума сошла. Ну там еще и другие причины, наверное, были. Но смотрите, что удивительно, что когда Арто заявляет, что мышление невозможно, а ему хайгер вторит, что мы еще не мысли, то на самом деле, это просто подтверждает нашу схему, что субъекта 2, и что мышление является актами, а не проживанием. То есть мышление и сознание, или мышление и проживание, это различные. Вот просто само творчество Арто, ну сумасшествие, и в том числе, ну и творчество Категера указывает на то, что мышление есть нечто, что нам недоступно, что совершается не нами, это не есть наша деятельность. Мы не мысли, в действительности, мы не мысли, мы только сознаем, и нам это мышление недоступно никак. И поэтому мысль приходит тогда, когда она того хочет, действительно так и есть. Не знаю, можем ли мы эти процессы управлять, это вообще непонятно. Ну просто вот это вот любопытный чоп состоит, что это я здесь описал схему, а если почитать Арто, то у него вообще вот это наше различие, которое мы постоянно пытаемся, о котором мы пытаемся говорить, оно просто постоянно прослеживает. У него вот причиной мысли мы быть не можем, и поэтому у него мыслит Бог. Причем Бог не простой, а Бог вор. Он изначально, как бы до рождения Арто, своровал у него все мысли, и он как бы за него мыслит. То есть они-то его все-таки, но Бог у него их своровал. Нет, они не его. Фонография Арто. Да, они... Смотрите, что еще интересно, почему он был против языка, мы еще до этого не дошли. Почему он против языка? Потому что язык является всеобщей средой. Ну что такое язык? Язык всеобщая среда. Или, как говорил Гегель, это нечто в себе всеобщего, да, в себе всеобщего. Когда Арто, допустим, допустим, он умудряется каким-то образом засвидетельствовать, не знаю, так это или нет, допустим, умудряется засвидетельствовать, что у него возникла какая-то мысль, да, она неясная, да, вот. Он пытается... Как ее удержать? Ему надо постоянно оставаться причиной мысли. Ну, он, допустим, может себе навязать и как-то умудриться в эту позицию встать. Допустим, он ее обнаружил, стал причиной своей мысли. Как он ее удержит? Он ее должен в языке зафиксировать. Но язык опять всеобщий. То есть он получается, что вот этот потерял мойность. И получается, что опять у него украли. У него украли либо в начале Бог-вор, да, либо в конце украли. То есть вот он, Аттур, находится вот его единичность. Что вообще говоря, вся философия пост-модерма, она связана с единичностью. Это противопоставление Хэтгеровскому всеобщему субъекту. Она единичный субъект. И они все хотят переживать. Почему вообще везде переживание? Потому что эти единичные субъекты. Как у Дьерке-Его ceux, у Ниче или Хэтгера. Везде все переживают. Единичные. Но у него вначале невозможно, потому что субъект актов действует, да, а в конце невозможно, потому что язык всеобщий. И вот он живет вот в этом, между двумя всеобществами. Между субъектом актов и между всеобщностью языка, который опять же сводится к Богу. И здесь Бог, и в конце Бог. Потому что здесь Бог, потому что есть всеобщество, ну и как показал Гегель, это всеобщество в тискат. Наша единичность окружена невозможно. С одной стороны невозможно встать в начало своей мысли, а с другой стороны, даже если каким-то образом мы там, не знаю, в виде иллюзий, или ухватили и встали в начало мысли, то тем не менее здесь оказывается на выходе, и нас опять поджидает Бог, который все у нас ворует. Вот такая вот проблема у него. И эта проблема сквозь все творчество проходит. И на этом он у нас с ума сошел. А если бы он прожил? Ну так, мало прожил. Он его, по-моему, с 1889-го прожил до 48-го. Как старика уже кончал. А потому что он 10 лет был в психушке, его электрошоком там лечили, и он, когда вышел из психушки, он очень сильно постарел, там очень все отмечают, что он там просто сразу сдал. Ну электрошок ему постоянно лечить, ну что ты думаешь, он там мучительные боли пережал. Ну на самом деле не столько проблем было там, если так анализировать его творчество, он же в конце жизни заболел раком прямой кишки, то есть он не мог испражняться. До этого у него в детстве заболел немегитом, всю жизнь голова болела, то есть он был наркоманом, плюс еще в конце жизни это тоже поимел. Он уже в итоге умер от передозировки. И люди отмечали, что это благо, потому что он так страдал. Бесконечно страдал. Так вот Арто как раз искал глубину, вот в этом смысле, что пытался причину мысли обнаружить. Но у него как раз вот то, что я говорил, он не различал глубину как глубину тела, да, как бессознательно, и глубину как глубину, в смысле связано с мысльом. Что все вот, глубина есть, это как бы мысль. Вот у него вот это вот неразличенность стоит, почему причину мысли, как я знаю. Он был актером. Он был актером кино в 30 фильмах, он создал театр жестокости. Причем, как бы, более того, во-первых, он создал в принципе театр. Театр Жори он сделает. Нет, он в первую очередь, конечно, известен как особого рода театрав. Это как бы традиция, некая противоположная нашей традиции. Как это называется? Как у нас этот? Станиславский, да. Если у нас как бы выходит актер на сцену, и он в идеале как бы должен прожить на сцене, вот, то есть он не должен изображать, а он должен прожить на сцене все эти переживания, и тогда как бы они будут, так сказать, натуральными, и зритель увидит их, и так далее. То у Арто, у театра в принципе другие установки. у него, поскольку он не верит языку, не верит знаку, да, вот, знак нас обманывает, он видит их жизнь, он видит жизнь как театр. Он видит, что жизнь уже есть театр, уже есть вот эти вот знаки, которые ложны. Вот. Жизнь уже сама подражание. И поэтому театр должен не повторять жизнь, повторять обман, а вскрыть его. А каким образом вскрыть обман? Сделать этот знак гипертрофированным, неестественным. То есть выходит актер, начинает там орать, начинает, в общем, всячески указывать на знаковую природу того, что происходит. Вот он показывает, я театрал, я вот показываю вам представление театра, этот перформанс. И тем самым, как бы странным образом рассчитывал он, да, что зритель, увидев вот этот вот, этот абсурд, театр абсурда, да, увидев этот абсурд, театр жестокости, да, театр жестокости, увидев эту знаковую природу, это как бы рикошетом, вернется к нему, он увидит свою жизнь, и путем отрицания вернется к подлинности. отрицая как бы уже свою жизнь. Еще как бы получается, что видишь, вот из-за того, что вот так вот заперт он, может только на своем, рисовать только на своем теле, и поэтому есть такое понятие, как тело без органов. То есть, он как бы можно писать, и как ты говоришь в театре, можно только на своем теле писать, понимаешь, можно мысль как бы только вписать в свое тело. Вот такая странная вещь, что мы не можем, мы либо здесь, либо здесь, это все не подлинность. Подлинность только вот, когда мы пишем своим, своим жестом, своим телом, своими, своими какими-то, ну вот своей жизнью. Вот, вот настоящая подлинная, да, вот она здесь. А вот это вот все, это вот уже не подлинно. И язык, и как бы, и вот. да, он прожил больше 50 лет. Ну, его жизнь очень мучительно, читать на самом деле неприятно, потому что, как бы, ты понимаешь, что это упрек тебе, и ты живешь хорошо. Письмо различий удалят целых две стати. Я, кстати, пытался считать, сложно считать. Вообще, честно говоря, неприятно считать. Вообще, все, что связано с сумасшествием, считать неприятно. Потому что, в этом есть нечто, что как бы, ну, и мы понимаем, что граница нашей жизни, она связана, по-моему. Часто эти границы связаны с сумасшествием. Это одна из возможных границ, в которой мы можем только что там оказаться. Сумасшествие, это вообще глубина мысли. А... Смотри, мысль это поверхность, а сумасшествие... Так, а я же тебе говорил, правильно? Точнее, разум это поверхность, а сумасшествие это его глубина. Начинаешь? Ну, если бы сознательно это глубина села, то было... Да. Именно так, да. И... И... Как бы, Делёс, вообще, такой вел, ну, только Делёс, наверное, я думаю, что это вообще постклассическая философика Салома. Они начали рассуждать о том, что интеллектуал, это тот, кто занимается вот такими практиками шизофреническими, но не доводит до клиники. То есть, интеллектуал должен воспользоваться возможностью как-то сходить с ума, но не сойти, не доходить до конца. Потому что, надо сходить постоянно с ума, там, 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 белёска, фиджерального, алкоголь, пропитывает, всю творчество, связанность с тем, что он пытался войти в какую-то крайность. Это, кстати, есть у этого немецкого философа, который говорил о том, что вот есть пограничные переживания. ясно. 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 Вообще, тема пограничных переживаний, что вот есть наша субъективность, вот мы живём, допустим, ясная субъективность нашего сознания. И вот надо дойти до этой границы, и может быть туда даже немножко зайти. А там что у нас, если тут ясная субъективность и разум, да, там, это... Там не ясно. Да тут ничто безумие. Тут ум, а там безумие. Всякого рода. И вот надо как-то дойти вот до этого предельного, и может быть даже зайти, но не развалиться. А многие разваливались. То есть, становишься сумасшедшими, но ведь начинаешь не снизишься там. Там очень много, кстати, писателей, и поэтов, которые развалились. Буквально, там, Бекк, по-моему, сумасшедшему, там, Лоренц, по-моему, сумасшедшему там. Там целое исследование у тебя там, критика и клиника называется. Ну, Делёса. Делёса, да. Просто прослеживаются. И вообще, тема безумия у Фуко есть, надзиратель. И вообще, тема безумия одна из центральных тем вообще, в принципе, постклассистической философии. Потому что это вот те самые границы, да, вот есть некие границы субъективности, а они раньше как понимались? Они просто понимали смысл познавательного. А теперь, если мы расширяем границы, мы говорим не только о познавательной границе, это вообще все границы. В частности, наш ум и разум, оно пограничное, там что-то потустороннее, как безумие. И мы туда можем шагнуть. На этически, в любой момент. Границы существования. Границы существования. Ты правильно говоришь? Границы существования. Мы можем шагнуть в любой момент безумия. Это всё рядом находится. И самое интересное, что если бы это безумие... А теперь и вы. Самое интересное, что это безумие, это же не просто как бы игра. Это же не просто игра, а она связана с тем, что интеллектуалы в творческой реализации туда шагали специально. И что если вы, ну как бы там даже такой призыв, если вы интеллектуал, то вы должны понимать, что мы на грани балансируем. Интеллектуал называется шизоид буквально. Да, шизоидный тип. Да, но только шизоид, который не стал клинически больным. Ну понятно. То есть в любом случае, у любой личности с психологической точки зрения есть склонность к одному из этих полу типов. Но склонность это не развитая, а просто как склонность, она не является клиникой. Поэтому просто остается как качество что ли. Именно поэтому, кстати, вот Делёс, он же наш придумал специально такой шизоанализ. И вообще, и вообще говоря, в современную философию постклассическая вообще вступила и большое место занимает бессознательно. И вот мы со своей, с этой теорией двух субъектов, как раз, что второй вот этот субъект в субъектах, это и есть в самом деле, вот я теперь думаю, что бессознательно. Субъект тактов, он же не доступен никак. из того, как он водится, да? Он и есть бессознательно. Ну или тело, я говорил тело, но вообще тело это какое-то абстрактное тело. Да и бессознательно. Просто бессознательно. И у нас... Воля, скажи мне, где тут воля? Воля пока неизвестна. Это надо у нас. Смотри у нас как получается. У нас получается, почему тут вот над моей, над нашей теорией вот эту, я просто излагал, и поэтому надо мной смеялись, что как это так? что я как-то излагаю какую-то теорию, там сумасшедшую. А на самом деле, это современная наука. Ведь как рассматривать человек? Вот человек есть единство сознания, сознания, и бессознательного, да? Вот. Это человек. Ну и в его действиях проявляется нечто от сознания, нечто от бессознательного. Ну. И получается, на самом деле, наша теория, она больше формализует реальность, чем вот эта теория, где только есть сознание. Вот они почему-то берут только одну часть сознания, а так бы бессознательного, как бы нет. Ну это же неправильно. Если мы философы, если мы понимаем, что такая реальность как бессознательная есть, она должна быть формализованной. Должен быть, понимаете, как вот субъект так вот, он и формализует эту реальность. Только у нас получается, что к бессознательному относится, в том числе и мышление. Но так уж получается, что делать? Мышление это вот откуда-то приходит, непонятно откуда. Но это опыт такой. Вот опыт Арто, опыт Хайдегера, опыт Ницше. Ницше постоянно говорил о том, что мысль приходит тогда, когда она того хочет. Тогда, когда мы того хотим. То есть мысль. Я подозреваю, что мысль как работает, если теперь говорить о мыслях. Вот есть внешние раздражители. Мир, который представлен в двухслойной ситуации. Тут восприятие удерживается, а тут удерживает мышление. И вот мышление существует, пока есть этот внешний. Пока внешние раздражители есть, мышление присутствует. Как только стоит внешние раздражители убрать, и мышление тоже прекращается. Как прекращают мышление какие-нибудь буддисты? Они садятся в медитацию. Да? И что? То, что они мышлением называются, это на самом деле не мышление, какие-то ассоциации. Какие-то возникают образы, это же не мышление. Но если думать о нем, вот буддист сел, глаза закрыл, начал медитировать, все, мышление кончается. Ну, конечно, кроме мышления, там же много есть побуждения, страсти, они все в область сознания приходят. А стремление будет. Там известно же какая основная проблема, надо все время не думать, что я не мыслям. Этот-то как бы план остается, но надо и от него отрешиться, от того, что ты медитируешь, от того, что ты стараешься не мыслить. Ну, понятно, это правильно. Так что вот такая примерно раскладка. А вот насчет вопроса, почему понимание требует представления, это то, что вопрос надо подумать будет на досуге. Продолжение следует... Добавляем.